Формадол. Таблетки от головного боли. Он пишет, смотрите, то что низкий уровень штабной работы. Тут опять очередной текст написал о том, как обстоят дела в российской армии. Пишет, низкий уровень штабной работы, в том числе служб обеспечения и некорректное оформление документации, это фирменный знак современной российской армии. Но это он говорит о том, что, помните, этот сам Пригожин пожаловался, что снарядов ему не дают, и Министерство обороны выдало документ, в котором написало, что вот смотрите, как много мы снарядов даем Вагнеру, и он комментирует этот документ. Говорит, что в документе все написано криво, косо и плохо, и вообще этот документ является свидетельством того, что в российской армии все ужасно. Он говорит, документацию оформлять не умеет, и проблема, говорит, не в самой армейской бюрократии, а в отсутствии нормальных бюрократов, которые вместо армии сидят в гражданских корпорациях, и им там хорошо. Потому что в армии никто не умеет работать, иначе говоря, и он пишет, что к 20-му году вооруженные силы России утратили просто некоторые бюрократические технологии, необходимые для войны. Говорит, просто утратили наглохо. В армии, поэтому, по мнению этого Мурза, почти ничего нет, тотальный дефицит, не могут ничего не распределить, не поставить, не доставить, ничего не работает, все делается через одно место. Например, он пишет, что в списке вооружений, которые предоставлены Вагдеру, нет противотанковых управляемых ракет. Почему? Потому что на складах их нет, и производство так себе, когда начался снарядный голод, то вместе с танками, работающими с закрытых позиций, ПТУРы стали единственным оружием, сопоставимым по мощности с артиллерией и доступным войскам. Как следствие, сейчас войска доедают запасы ПТУРов выпуска 80-х годов прошлого века, где нормально летит примерно один из шести-семи. То есть, дальше он там жалуется, что, ну да, запускают семь ПТУРов, шесть ломаются, один только долетает в цель. Он говорит, да, военные корреспонденты, они показывают по телеку вот тот один из семи, который долетел, но все шесть те, которые там либо в кусты улетели, либо вообще никуда не полетели, они же не показывают. В общем, жалуются, он говорит, все очень плохо с этими ПТУРами, ПТУРы не работают. И он говорит, я так понимаю, что ЧВКшники просто покупают за деньги нормальные ПТУРы у российских военных. То есть, мы подошли к тому, к чему, знаете, что очень сильно жаловались еще российские войска во время войны в Чечне. То есть, идет тотальная торговля оружием, кто на чем сидит, тот, кто и продает. Дальше он пишет, что выдача 115-мм снарядов свидетельствует о том, что на фронте активно работают танки Т-62. Это такие артефакты, танки 60-х годов прошлого века. Он говорит, графа про элементы динамической защиты, выдаваемые для усиления защиты устаревших машин в количестве 15 тысяч штук, очень хорошо свидетельствовало об отношении руководства РФ к луганским и донецким войскам, получающим лысые танки. То есть, он говорит, что этим ЧВКшникам еще дают какую-то динамическую защиту на древние танки, а вот в Луганск и в Донецк даже этого не получают, получают танки лысые, которые пробиваются чуть ли не из рогатки. И он говорит, в принципе, в этом документе нет ничего особенно нового, и пишет, что Вагнер, как был любимой деточкой кое-кого в Кремле, обережно припасаемой для будущих, то есть после Путина разборок, так и остался. И крутые штурмовики без арты оказываются не настолько круты. Оказывается, что без боекомплекта для артиллерии они штурмовать вообще не готовы. Отдончане, луганчане и российские мобики идут на эти штурмы и гибнут пачками. А для подсирания в кастрюлю Пригожина, извините, это цитата, со стороны российских генералей, имеется в виду генералы, это не про то, чтобы уничтожить Вагнер, а про то, чтобы он их уважал, слушал и подчинялся. Ну, чтобы как в Сирии было, где все самое ужасное разгребают частники, а государственные награды и звания получают генералы. То есть, он говорит, что все эти разборки Пригожина с генералами, это все just for show, как говорится, только показуха. Ну и вообще пишет, вот тут самое интересное. Все это скучная мышиная возня на фоне близкого наступа, в кавычках он пишет, имеется в виду украинское наступление, к которому ВСРФ подготовлены как никогда. Сидел тут думал, есть ли сфера военного дела, в которой положение за прошедшее сентября время не ухудшилось. Нету во всех сферах деятельности ВСРФ максимально подготовлены к грядущему позорному поражению. Вот ну просто вот тотально подготовлены. Повсеместно все сделано так, чтобы ВСУ не могли проиграть. Интересная, заключает он, будет у нас задача удержать хотя бы что-то. И кстати сказать, в этих мрачных предсказаниях товарищ Мурс не одинок. Его бывший друг и соратник, с которым он поцапался и разругался, военный преступник-террорист Игорь Гирькин пишет, например, следующее по итогам апрельских, месяца апреля, он пишет. Краткие итоги. Бахмут, да, за месяц не домучили. Противник продолжает обороняться на западных окраинах, решая задачу дотянуть до контрнаступления на каком-то из других, полагаю, фронтов. Вагнер обескровлен, его ударной силы для завершения операции не хватило. Бахмутская мясорубка продолжается для обеих сторон, но противник свои задачи решил, а наша сторона нет. Под Авдеевкой наши войска потерпели неудачу и сейчас из-за больших потерь вынуждены вновь оттягиваться, оставляя часть занятых ранее позицией. В Маринке, в целом без изменений, весь апрель продолжался кровавой уличной тени, толкаясь переменным успехом. На остальных фронтах велись бои местного значения и обменивались артиллерийскими воздушными ударами. Общий вывод. Апрельские бои враг снова в целом сумел провести успешно для себя в рамках выигрыша времени в стратегической обороне. В мае начнется летняя кампания и, кавычки открываются, ход за украми, кавычки закрываются, так как наши генералы за зиму и весну не сумели сделать практически ничего, кроме утилизации ударного корпуса на Донбассе. О том, что война проиграна, не только двое этих товарищей говорят, но и Пригожин говорит, который буквально пару дней назад пригрозил вывести войска российские из Бахмута, сказал, что без снарядов воевать не будет, значит будет выводить свои войска. Кстати, Пригожин понимает, что если он отведет свои войска из Бахмута, то российская армия там образуется просто дыран во фронте, куда хлынут украинские войска и разорвут российский фронт в клочья. Тем самым, уведя свои войска из Бахмута, Пригожин угрожает уничтожить всю российскую армию, по сути дела. Он говорит, вы хотите меня уничтожить в Бахмуте, а я могу сделать так, чтобы вы были уничтожены в Бахмуте. И вот у них теперь сейчас такая интересная такая дискуссия разворачивается, кто кого уничтожит. Как бы, конечно, это не слишком по-союзнически все это звучит и выглядит, но тем не менее вот у них так сейчас там выстраиваются отношения. На самом деле, как я тоже пожелаю успеха обеим сторонам. На самом деле, они действительно заслужили обе поражения и разгрома. И я, в общем, знаете, чем больше смотрю и читаю, хотя, конечно, это все может оказаться дезинформацией, надо понимать, но, в общем, оно выглядит так, знаете, как крик души. Вот действительно, ватный стон стоит над российскими позициями. И я думаю, что, в общем, ничего хорошего их в ближайшее время не ждет. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВС. Вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если не было интересно, не подписывайтесь, не ставьте. Да пребудет с вами сила и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok